Моё уважение к вашему коллективу высоко, потому что за год вы сделали очень много, вы удержали стабильность, вы держали порядок, вы не позволили ситуации качаться, вы позволили остаться Одессе, уважаемым украинским городом, с большими перспективами. Моя благодарность вам и вашему руководителю Ивану Петровичу Кутлинчику. Спасибо вам. И когда мы говорим о уважении и доверии, мы говорим и о командной игре. Я формулирую новый проект, суть которого достаточно необычна. Мы образовываем со специальными функциями специальное управление по Автономной Республике Крым, с учётом специальных функций, которые на этом управлении будут лежать в связи с текущей оккупацией Крыма со стороны России. И мной принято решение, что этим непростым делом будет заниматься Иван Петрович Катеринчук. В этой связи я принял решение назначить генерала-майора Катеринчука начальником этого специального управления по Крыму. И соответствующее управление будет функционировать в Одессе и в Херсоне. Очень рад, что жизнь очень динамична. И решением президента Украины у вас новый очень динамичный губернатор, который тоже вносит предложение играть командно. И пригласил вместе со мной на работу достойного офицера Георгия Лорд-Капанидзе, который имеет большой и серьёзный опыт работы в Грузии в Министерстве внутренних дел, замминистра МВД Грузии по антитеррористической работе, по работе против бандитских групп и так дальше. Я очень бы желал, чтобы тот коллектив, который здесь есть, и Георгий, вы смогли выстроить мощную и сильную команду. Для меня самая главная задача есть и будет создание нормальных условий для вашей работы, чтобы вы смогли нормально и успешно работали, и чтобы вместе с нами, вместе с вами было легче работать. Чтобы работа для каждого сотрудника милиции была большая честь. Мы должны делать так, что граждане не должны бояться милиции, а наоборот они должны доверить милицию и уважать закон. Я хочу поблагодарить господина министра за оказание доверия и сказать, что для меня большая честь служить в Министерстве внутренних дел Украины и служить украинскому народу. Я единственная, наверное, здесь, которая знает его уже больше 15 лет, и я единственная, которая не хотела этого назначения. Почему? Гео дослужился до генерала-майора, начиная с нуля. Он прошел через ад и войну, и терроризм, и многое жуткое. Я правда думала, что он заслужил отдых частичный, который у него был последний год. Но вы с нами знаете, вы по себе знаете, всегда мало ребят, с которыми можно идти на войну, но еще меньше, с которыми можно строить мир. Вот Гео один из этих для меня лично. С ним можно строить мир. Я надеюсь, я больше ничего его хвалить не буду, он пусть покажет и докажет, что он также будет работать и с вами, как работал тогда с бывшей командой. Единственное, я хочу подчеркнуть, как Минис сказал. Патрульная полиция, она запустилась уже, она идет своим ходом, она многое изменит, но ее недостаточно, мы на этом не будем останавливаться, потому что планы у нас гораздо амбициозные. Конечно, получится все, особенно в Одессе, потому что и губернатор, и мэр, и другие структуры, которые должны помогать, хотят помогать, и мы видим это уже на практике. Я знаю, насколько вы компетентны, вы уже столько сделали, так что у меня нет абсолютно никаких вопросов, что тут мы сможем гораздо быстрее показать результаты, которые от нас население ждет, чем, возможно, в некоторых других областях. А что от нас население ждет, да? Вы знаете, это лучше меня, но как женщина и мать, я могу это суммировать в очень короткие предложения. Ощущение безопасности, ощущение стабильности и ощущение того, что человек в форме, мне друг. Это простые вещи, и их можно просто добиться. Вместе будем стараться. Времени у нас довольно мало, потому что люди устали ждать, и вы устали ждать, и наши сотрудники устали ждать. Так что надеемся на эту старую новую команду и новую-новую команду, и желаю вам успехов. И, конечно же, успехов вам тоже, и моя благодарность тоже за продельную работу и несколько месяцев, в которой нам удалось вместе поработать. Спасибо. Я действительно очень благодарен Арсену Авакову за то, что очень быстро, без бюрократических ручкотворств, как обычно это бывает, провел все бумажные работы по назначению нового главы УВД, Георгий Лопки-Паиндзе. Я бы очень хотел, чтобы все министры так же работали, чтобы все вещи решались быстро и оперативно, и умели брать на себя ответственность. Это очень важно. И я, конечно, очень благодарю Николаю Катеринчукову и всех вас за проведенную работу за прошлом году. В прошлом году вы сделали, действительно, произвели чудесный эффект в том смысле, что смогли уберечь город Одессу и область от самого худшего. И думаю, что Украина и вообще Европа, потому что разрешается судьба Европы, такие вещи не должна забывать и должна подолженность должным образом ценить. Я знаю, что у вас очень большой опыт, но, конечно, есть очень большие вызовы. Очень большие вызовы, связанные с правоохранительной деятельностью, с правоохранной деятельностью, связанные с ситуацией в городе, с ситуацией в области. И, естественно, это все связано с ситуацией в стране. Первое, чего мы должны добиться, это то, что Одесса должна быть нормальным местом. Это не должно быть где-то обратное место, где люди себя чувствуют постоянно в опасности, постоянно под угрозой. Это очень важно. Тут ощущение того, что жизнь нормально обернулась и безопасность укрепляется. Это главное ощущение, которое даст шансы на следующее экономическое развитие Одессы, привлечение туристов, на привлечение больших действительных институтов. Вы знаете, что, допустим, к примеру, Одесский Черноморец не мог играть на своем стадионе из-за того, что из-за известных событий прошлого года. Я говорил вчера с президентом Федерации футбола. Мы решили с Андреем Павелко, что Черноморец не только вернется на стадион и будет все матчи проводиться в чемпионатах Украины, но мы будем добиваться, чтобы поддержим, чтобы суперкубок Украины в 14 июля прошел именно в Одессе, так же, как мы будем в будущем проводить международные матчи. И это очень важно, чтобы стадион функционировал. И мы там защитим безопасность. Второе, что мы должны сделать, это будем привлекать множество туристов. И особенно в местах скопления людей должна быть полнейшая безопасность. Особенно этим летом должна быть нулевая толерантность к всяким мелким правонарушениям, хулиганству, к всяким карманщикам, к всяким мелким воришкам, потому что туристы должны себя чувствовать, что их никто не трогает. Мы должны провести нулевой толерантности к, естественно, рейдерству. К сожалению, бывали случаи, и вы прекрасно знаете, что рейдерство вовлекались разные представители, в том числе правоохранительных органов и другие правонарушения. Это совершенно исключено. Совершенно мы должны это один раз навсегда забыть. Я прекрасно понимаю, что очень важно материально лучше обеспечить личный состав. И вся страна над этим работает, мы будем над этим работать. Но одновременно, конечно, это совершенно другая работа будет. В августе под руководством Арсена Алакова и, естественно, ЭКИ будет тут новая патрульная полиция. Очень хорошие аппликанты сейчас есть. Но только патрульная полиция без других подразделений не сможет обеспечить порядок. Другие подразделения тоже должны перестроиться. Совершенно новые правила ИКИ показать и совершенно иначе работать. Поэтому мы очень решили. ГИА имеет потрясающий опыт, потому что он был в Крузе сложнейшим. У нас преступность была несколько раз выше, чем сегодня в Украине. Когда он начал работать, у нас похищали массово людей. У нас работали очень многие иностранные элементы. У нас были теракты, у нас были всякие там другие правонарушения. И он смог сложнее ситуации выправить ситуацию вместе с другими нашими полицейскими. Перейти из старой коррумпированной системы в абсолютно новую систему. Грузинская полиция по праву считалась одной из самых лучших в мире считается, потому что Грузия по уровню преступности самая безопасная страна. в Европе была по крайней мере до 2013 года. Самая безопасная страна в Европе. В Норвегии было больше преступлений, в Исландии, чем в Грузии. Поэтому это надо представить, откуда отошли мы. Вы знаете, что очень много воров в законе орудуют из Грузии в Одессе. я не знаю, информированы ли вы или нет, но я им уже послал привет, и некоторые из них поспешно покинули этот город. Передайте через телекамеру привет. Нет, нет, я уже передал им, что по своим каналам эти каналы более действуют. Я не знаю, где они смотрят там Одесский, Первый городской канал и вообще другие уважаемые каналы, но есть свои каналы, которых есть. Мы передали, чтобы они покинули город. Они, насколько я знаю, покинули город, но это, конечно, только начало. Я думаю, что мы начнем здесь вместе с вами большие преобразования. Люди должны говорить, что здесь подчеркнуто безопасно, несмотря на все вызовы.